добрый день дорогие мои сейчас расскажу о своей беде велосипед который я вам рекламировал действительно очень хорош оказался для катания я на нем ездил и в на горячие источники я на нем покатался маленечко по местности и претензий в общем никаких нет хотя сразу могу сказать что уж если хотите еще чтобы он был лучше то берите не пол киловатта как у меня этот этот велосипед а целый киловатт а может быть и 2 ну те кто начнет выбирать вы можете понять там 1000 ватт полторы тысячи ватт 2000 ватт мощность его вот берите сразу полторы или две я понимаю что немножечко подороже но зато вы сможете втроем в четвером и подальше ездить пока у нас получилось так что я варюшку вожу на сиденье которое пристроил и матушка может сзади сесть и нам хватает доехать до моря и в общем-то вернуться еще покататься зарядка вроде вроде все нормально вот хотя правильно кто-то говорил что зимой не надо эксплуатировать аккумулятор похоже он маленечко подсел то есть все таки я вижу что он разряжается не на 20 сейчас четырех километрах на километров 6 7 и уже начинаются некоторые проблемы но я езжу прямо с зарядкой то есть я ее вожу с собой куда-то подъехал на горячие источники там включил пошел купаться пришел он опять заряжен то есть к велосипеду претензий никаких он оказался хорошим полезными очень для этой местности удобным но оказался очень большая проблема колеса 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 покрышки у них сделаны из очень тонкого материала вот водители если вы потрогали и все кто трогает говорят вот так это просто камера то есть такое впечатление что резина такая как на камере у машины уж у большой машины по моему еще толще там у камаза или еще что чем вот эта покрышка на ней сделано вот эти шипы но здесь все растения с колючками все ну может быть и вкали без колючек там или ольха но они не валяются по дорогам по дорогам валяются ветки от ползучих растений вот и живейки тут и и всего остального и они они все с шипами и поэтому на одном колесе 11 заплат на другом колесе было шесть последний раз приехали я думал одну а и и пять схватил пять дыр прямо так дык 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 то есть по видим как лежала на на дороге вот так ветка я проехал и по видим 5 штук и схватил и тогда и того а но на этом тоже 11 то есть вот по 11 дыр на каждом из колес и я не знаю в общем то что делать друг моего сына володи пилевин посоветовал вклеить во внутрь ленту есть у них какие-то на шиномонтажах они очень хороший шиномонтаж у автовокзала там по улице текстильщиков что ли но перпендикулярно ли лежнивскую если туда перейти там у него шиномонтаж очень хороший много лет он там и специалист конечно он великий вот говорит есть такие ленты которые можно наклеить внутрь они специально для укрепления но здесь пока я у кого спрашивал уж и на монтаже и они не знают про такую ренту и по край мере ее не имеют но местные жители мне посоветовали другое посоветовали шланг пожарный значит сказали правда надо его так поперек разрезать и вставить полностью чтобы он там был со всех сторон но я посмотрел если я поперек разрежу он чуть чуть шире покрышки не знаю как это все пока получится поперек разрезать но я вот в это колесо уже вставил накачал единственное вижу что конечно немножечко неравноверно распределилась в каких-то местах немножечко выпирает он там так лежит в одном месте стороны выпирает в одном месте вот в этом чуть чуть вверх пошло яйцом не знаю может быть это стык как раз где произошел но мне кажется он может выровняться если поездить я когда поеду чуть-чуть под спущу помягче его сделаю и прокачусь я думаю там может лечь все как надо на мой взгляд это действительно может уберечь вот этой проблемы поскольку я попробовал тыкач шланг пожарный ну такой он в общем то крепкий укладываю я его пока вот в оба слоя вот прямо оба сначала укладываю вот так растягиваю а потом уже обрезаю сколько нужно ну и все это вам показывает для того чтобы вы если начнете покупать сюда велосипед думали о том какая покрышки на ваших колесах потому что на рекламе классно показаны как вдоль моря ездит мой велосипед но ездит правда по песчаному пляжику по чистенькому такому вот по песку действительно можно на нем ездить и очень хорошо я же пока любой прокат вот так вдоль моря по гальке или вот по зеленке которые там имеется получаю каждый раз дыры поэтому советую вам разобраться когда покупаете что за покрышки стоят вроде в рекомендациях есть что какие-то повышенной проницаемости протыкаемости вообще с повышенными значит наверное надо это сразу и думать предусматривать это надо сразу поскольку штатном то режиме я в общем то не видел чтобы как-то отмечали что какие-то особые покрышки в интернете этого нет покрышки покрышки съездим в сочи там есть много таких велосипедов и по городу ездит и особенно там вот где красные поляна там и горные велосипеды такие электрические есть надо с ними разбираться какие они покрышки имеют потому что так я понимаю что даже на отсыпной дороге где не круглая какая-то гранитная там крошка или еще что-то могут протыкать и осколки камней может и такое быть вот такая моя запись и прежде чем купить велосипед дождитесь второй моей записи чтобы самим не наступать на грабли дождитесь когда я на них наступлю и я вам расскажу после того как испыста его с этими шлангами пожарными колеса расскажу какой результат и можно ли это использовать а пока всем здоровья радости хорошие техники для отдыха ну и ну в общем помоги вам всем господь здоровья всем радости